Российский историк расчленил студентку-любовницу. Он сознался во всем и заплакал в суде следствия и суд силовые структуры. Полночь 2, 12 ноября 2019 года женщины, вину и лошади. Это его девиз. Российский историк расчленил студентку-любовницу. Он сознался во всем и заплакал в суде. Олег Соколов в роли Наполеона во время реконструкции боя за Малоярославец, 2007. Фото, Александр Пашин, РИА Новости. Жестокое убийство 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко в Санкт-Петербурге может стать одним из самых громких преступлений года. Девушка погибла от рук своего педагога и гражданского мужа, 63-летнего историка Олега Соколова-человека, хорошо известного в научном мире. Поклонник Наполеона и кавалер Ордена Почетного Легиона, Соколов до недавнего времени был человеком с безупречной репутацией. И от этого расправа над девушкой, которая его любила, выглядит по-настоящему чудовищной. По версии следствия, историк застрелил Анастасию, расчленил ее тело и стал сбрасывать останки в реку Мойку, на чем и попался. Однако защита Соколова уже сейчас намекает на то, что страшное преступление он совершил то ли в состоянии аффекта, то ли защищаясь от своей любимой. В подробностях этой истории разбиралась лента.ру. Скелеты в шкафах До недавнего времени мир знал 63-летнего Олега Соколова лишь с одной стороны как серьезного ученого, крупнейшего российского специалиста по Наполеоновской Франции, кавалера Французского Ордена Почетного Легиона, кандидат исторических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета, СПБГУ. Знакомые называли Соколова родоначальником военно-исторической реконструкции в России. 24-летняя Анастасия Ещенко, дочь 49-летней полковницы МВД Галины Ещенко. Девушка с отличием окончила исторический факультет СПБГУ и осталась в аспирантуре. Причем все время учебы, проживая далеко от дома, она занималась репетиторством. Соколов всегда пользовался успехом у студенток. По словам актрисы Юлии Аук, она узнала в Соколове мужчину, которым увлекалась, будучи студенткой. Аук вспоминает, что во времена позднего СССР Соколов фанат Наполеона отличался презрительностью и самовлюбленностью, скакал на лошадях Полинобласти вместе с другими реконструкторами и влюблял в себя девушек. Один из хороших знакомых Соколовой сотрудник ректората СПБГУ Андрея Петров. Ничего не предвещало, у меня никаких к нему претензий никогда не было. Я знал, что он вспыльчив, мог на кого-то накричать. Я с ним ни разу вместе не выпивал, поэтому не знаю, как он на это реагирует. Но лошади, женщины, вино это его девиз, заявил он в фонтанке.ру. В свою очередь бизнесмен Виктор Батурин, шурин бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, заявил, что у историка было несколько жен и детей, а одна из его дочерей учится в колледже Наполеона во Франции. Впрочем, с одной из студенток у Олега Соколова, судя по всему, была отнюдь непростая связь. По данным Петербургского главка Следственного комитета России, СКР, девушка обвиняла преподавателя в жестоком избиении в 2008 году в Москве. В какой-то момент студентка заявила Соколову о желании расстаться. После этого, по словам девушки, преподаватель привязал ее к стулу, избивал в течение часа, а также угрожал изуродовать и убить. По непонятным причинам эта история так и не получила огласки, и известно о ней стало лишь сейчас. Между тем, по словам историка Евгения Понасенкова, еще год назад он призывал декана факультета и ректора СПБГ уволить Соколова из университета, поскольку тот якобы опасен. Тогда же, я, зачитал заявление другой девушки, которую Соколов истязал на съемной квартире. Университет, как и полиция, проигнорировал мои сообщения, рассказал Понасенков. Он также отметил, что со своей первой супругой Соколов познакомился в школе, где преподавал, и женщина погибла при невыясненных обстоятельствах, выстрелы из обреза. Сегодня никто не может сказать, знала ли обо всем этом Анастасия Ещенко, жившая вместе с Олегом Соколовым последние пять лет. Видимо, у них были конфликты, пара несколько раз расставалась и сходилась вновь. Вот и в ночь с 7 на 8 ноября Анастасия позвонила своему брату Сергею. Девушка плакала и жаловалась молодому человеку, что утром хочет пойти на день рождения к другу, но Соколов не пускает ее. По словам Ещенко, изначально она хотела пойти на праздник вместе с доцентом, но это желание возмутило Соколова. Он начал оскорблять свою возлюбленную и обвинять в неблагодарности, а затем толкнул девушку так, что она ударилась головой, а в половину испуганная Анастасия выбежала из дома. Я ее просил, чтобы она ушла, но она сказала, что ей сначала нужно вернуться туда, в квартиру, потому что у нее там все вещи. Она планировала в общаге после этого восстановиться, вспоминал Сергей. Он говорил со своей сестрой в час семьи и 40 минут спустя перезвонил ей снова. Но в это время Анастасия заверила его, что уже помирилась со своим гражданским мужем и у них все хорошо. Анастасия Ещенко фото, страница Анастасии Ещенко на Facebook. О том, что случилось дальше, сегодня известно со слов самого Соколова. В день своего задержания, 9 ноября, он сообщил следователям, что убил Ещенко из ревности. Эта версия перекликается с рассказом брата Анастасии о ее планах пойти на день рождения к некоему другу. При этом орудием убийства стала бресс мелкокалиберной винтовки ТОС-17, стилизованный под пистолет 19 века. Это оружие следователи нашли во время обыска в квартире и отправили на экспертизу. Также в квартире была найдена упаковка спортивных патронов калибра 5,6 мм. Снайпер в ней не хватало 8 штук. Кроме них следователи изъяли ножовку, ножи и топор. Впрочем, уже на судебном заседании 11 ноября показания Соколова внезапно изменились. Он стал утверждать, что Анастасия Ещенко якобы первая набросилась на него с ножом, что и привело к убийству. При упоминании моих детей она, Ещенко, начала беситься. Я сказал, что субботу и воскресенье должен провести с детьми. Она пришла в бешенство. Дальше произошло это чудовищное несчастье. Я никогда такого потока агрессии не видел. Нападение с ножом. «Девушка, которую я считал идеалом, вдруг превратилась», — сказал Соколов и зарыдал. Он также признался, что выстрелил в Ещенко из обреза четыре раза. Доцента попытался остановить адвокат. Он заявил, что подобные заявления его подзащитного преждевременны. Не исключено, что история с нападением Ещенко и вынужденной самообороны должна была лечь в основу защиты Соколова. Как бы то ни было, адвокат отметил, что в момент преступления его подзащитный находился в состоянии аффекта или патологического опьянения. Ножовка для возлюбленной. Впрочем, то, что происходило дальше, мало вяжется с состоянием аффекта. Как следует из рассказа брата Анастасии Ещенко, девушка погибла в ночь с четверга на пятницу, 8 ноября. Утром Олег Соколов спрятал тело погибшей и позже принимал у себя гостей в той самой квартире, где убил свою возлюбленную. Однако его приятели не заметили ничего подозрительного. Затем Соколов начал планировать, как будет избавляться от тела. Он решил избавиться от него по частям, для чего приобрел ножовку. В процессе доцент много пил, чтобы не потерять сознание. Останки погибший Соколов решил выносить в черных пакетах и сбрасывать в реку Мойку. Поисковые работы у дома, где была убита Анастасия Ещенко. Фото – Александр Петросян, коммерсант. Подозреваемый успел выбросить ноги этар с девушки. Первую часть останков обнаружили в Мойке, а вторую в реке Екатеринговке, куда их унесло течение. При этом то, как Соколов кидает черные мешки с набережной напротив своего дома, сняли камеры видеонаблюдения. Судя по всему, к утру субботы, 9 ноября, в квартире оставались руки и голова погибшей. От последней Соколов так и не успел избавиться. Следователи обнаружили ее при обыске. А руки своей возлюбленной ее предполагаемый убийца отправился топить в Мойке в субботу утром. Он положил их в рюкзак и почему-то захватил с собой травматический пистолет. Однако, когда Соколов, как обычно, закинул черный пакет с останками в Мойку, он не утонул из-за попавшего в него воздуха. И тогда подозреваемый нырнул в холодную Мойку, чтобы утопить пакет, чем привлек внимание прохожих. Соколова, находившегося в неадекватном состоянии, достали из реки сотрудники экстренных служб. Его госпитализировали с переохлаждением. Утром на следующий день, 10 ноября, подозреваемый все еще находился в больнице. Однако вечером того же дня адвокат-историк Александр Почуев заявил, что его подзащитный помещен в СИЗО. Олег Соколов в зале суда. Фото. Петр Ковалев. ТАСС. Один-два. Я раскаиваюсь глубоко. Я потрясен. Не возражаю против ходатайства следователя, а взятие под стражу. Я согласен, заявил он. В свою очередь адвокат доцента просил поместить его под домашний арест. Содержать Олега Валерьевича вместе с рецидивистом, который четыре ходки к сороковому годам совершил, считаем негуманным и держать на тюремной баланде тоже, сказал защитник. В ответ прокурор поинтересовалась, где содержать подозреваемого. В той квартире, где совершено убийство. Спросила обвинителю адвоката, и тот ответил утвердительно. Впрочем, к концу судебного заседания защитник сообщил, что связался с бывшей женой Соколова, которая выразила готовность предоставить ему свое жилье для домашнего ареста. Однако следователь привел новый аргумент арест Соколова необходим, чтобы оградить его от суицидальных попыток. Историка отправили в СИЗА до 8 января 2020 года. И как сообщил ленте.ру официальный представитель КСУСКР по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов, уже после судебного заседания Олега Соколота доставили к следователю, и ему было предъявлено официальное обвинение по статье убийства, к ответу по полной. По словам практикующих адвокатов, историку попытаются смягчить наказание и добиться переквалификации дела на статью 107, убийство, совершенное в состоянии аффекта, УК РФ с максимальным наказанием до 3 лет лишения свободы. Однако адвокаты не будут добиваться признания Соколова невменяемым и принудительного лечения, так как из-за этого пострадает не только его ученая квалификация в таком случае квалификацию его студентов также поставят под сомнение. Сейчас многое зависит от заключения судебных психиатров. Как рассказывает источник ленты.ру, по словам людей, видевших Соколова после задержания, он оставляет впечатление душевнобольного и сильно отличается по описаниям от Соколова до убийства. Психолога психиатрической экспертиза будет назначена в ближайшее время. Впрочем, если эксперты признают историка вменяемым, его ждет суд и, скорее всего, суровый приговор. Как сообщил ленты.ру официальный представитель Петербургского управления СКР Сергей Капитонов, в настоящее время уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 105 «Убийство» УК РФ. Кроме этого Соколову будет предъявлено обвинение по статье 222 УК РФ «Незаконный оборот огнестрельного оружия». И как пояснил ленты.ру источник в правоохранительных органах, Соколову могут предъявить обвинения еще и в незаконном изготовлении оружия. Если выяснится, что орудие убийства было изготовлено самим Соколовым, причем он лично изменил конструкцию оружия, то ему вменят также статью 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия», отметил источник. По мнению юристов, с учетом всех обстоятельств преступление Соколов может быть осужден на срок от 7 до 11 лет. В СПБГУ приняли решение об увольнении историка. Университет шокированный этим чудовищным преступлением, в связи со случившимся университет прекращает отношения с доцентом Олегом Соколовым, он будет уволен, а его академическая нагрузка распределена между другими преподавателями, заявили в пресс-службе университета. Отреагировали на убийства и во Франции. Научный совет Института социологических, экономических и политических наук в Леоне лишил историка членства. В СПБГУ отметили, что не могут представить, как приглашенный профессор практической школы высших исследований в Сорбонне и кавалер Ордена Почетного Легиона Соколов мог совершить этот ужасающий поступок. В связи с этим Институт незамедлительно снял с историка функции члена научного совета. Обратная связь с отделом силовые структуры. Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новости или идея для материала, напишите на этот адрес. CrimeAtlantico.ru Игорь Надеждин Владимир Шарапов Продолжение следует...